Все, отлично, зашла. 18.00, четверг. А это значит, что сегодня мы продолжаем нашу... Меня слышно хорошо? Продолжаем нашу онлайн-аромашколу клуба команды Together. Меня зовут Лариса Брехова. Таня, можно включать следующий слайд. Мы покажем, сколько тем мы уже прошли. Посмотрите, как много тем мы уже прошли в нашей школе. Я думаю, что все, кто присоединялись к нашей школе, уже очень много знают про эфирные масла и как правильно их использовать. Мы знаем, как поддерживать здоровье эфирными маслами и продукции на базе этих эфирных масел. Мы знаем, как ухаживать за кожей, мы знаем, как справляться с эмоциональными перепадами, как удерживать свои эмоции в нормальном, здоровом состоянии. Прошлое занятие было очень интересно. Рома-дизайн в течение. Это так важно создать ту атмосферу, в которой и семья, и сотрудники будут себя чувствовать замечательно в рабочем режиме или, наоборот, в релаксирующем режиме. Если кто-то не смог подключиться к нашей школе в прошлый четверг, обязательно возьмите улей, которые вас сегодня пригласили на нашу встречу, и прослушайте тему арома-дизайн. Ее также проводили София Рейникова и Татьяна Кокина. И сегодня у нас вообще просто потрясающе интересная тема, секретики. И женские, и не только женские, секреты арома-парфюмерии. Как же составлять букеты, которые будут не только индивидуальным парфюмом, но они также будут поддерживать и наше эмоциональное здоровье, и наше физическое здоровье. Вот такой силой обладают эфирные масла терапевтического класса. Я с удовольствием передаю микрофон нашим спикерам, Тане и Соне. Выключаю свой. И в конце мы сможем задать вопросы, если у кого-то останутся. Еще огромная просьба всех гостей, кто присоединился к нашей школе, напишите, пожалуйста, в чате, из каких вы городов, стран. Если сегодня абсолютно новенькие, кто еще вообще ничего не знает про эфирные масла, это тоже важно и тоже интересно. В конце мы обязательно разумеем, если вам будет интересно, о том, как приобретать эти масла в зависимости от той страны, в которой вы проживаете. Вот, Эйлат уже с нами. Привет, Эйлату, Израиль. Я выключаю и передаю девочкам. Добрый день, добрый вечер. Приветствую вас. Меня зовут София. Я уже с вами знакома лет 7. Постоянно что-то экспериментирую, знакомлюсь, узнаю что-то новое. С компанией Дотера я уже практически скоро будет 3 года. Вот, и есть свои результаты. Я всем очень довольна. Поскольку я даже скажу, что не только я довольна, а все члены моей семьи довольны. Я бабушка, у меня 4 внука. И они, на самом деле, вот сейчас я с ними. Последнее время, вот уже целый месяц, я приехала к ним в гости. И я вижу, как у них тоже появляется интерес. Я не навязываю, но они проявляют интерес и уже помнят о том, что какое-то масло им нравилось больше, когда я им помазала тогда, какой-то дало помеху. На самом деле это все раскрывается настолько интересно. Ну и я своими впечатлениями хочу поделиться с вами сегодня тоже. Так, ну и первый слайд, это что такое эфирные масла. Эфирные масла, я думаю, что мы уже проводим школу уже который раз и все знают. Но я на самом деле хочу напомнить, что это, скажем, иммунитет растений, да, то есть и гормональная система растений, о том, чтобы они защищались, да, что они привлекали к опылению своей. И еще я хочу сказать, что эфирные масла называют душа растений. И что самое интересное, что испаряясь эфирные масла, они улетучиваются ароматным облаком, унося все свои секретики и все возможности. Но как бы человек, как научился выделять эти вещества, узнает, даже вот узнал эти секреты. И мы начинаем пользоваться и получать эти возможности следить за своим здоровьем, за физическим, психоэмоциональным. То есть это такая кладезь, такая кладезь природы, которая нам дана и которую мы можем использовать сейчас. И сегодня я вот тоже поделюсь, насколько вот этот вот аромат, это облако, это меня так зацепило, когда я вот так вот думала о том, насколько он может дать нам эмоционально и физически плюсов в нашем здоровье и в ежедневной нашей вот жизни. Да, конечно. Добрый вечер всем, меня зовут Татьяна Кокина. Я присоединилась к вам с Кипра. Вот. И хочу рассказать, напомнить немного, мы уже много раз слышали о качестве эфирных масел, что применять все-таки для себя нужно только самое качественное, потому что это влияет на результат и на наше здоровье. Масла эфирные, которые мы используем, должны содержать только то, что заложено в них природой. Что такое фальсификация масел? Это намеренное добавление каких-либо веществ, чтобы заменить более дешевую смесь на дорогое масло. Есть несколько способов фальсификации. Самый простой – это добавление растительного масла, например, касторового и разведения масла. Сложный способ, который очень трудно выявить, и даже специалистам при анализах, это добавить правильные ароматические соединения в правильной концентрации в более дешевое масло. Примером может служить масло мелисы, когда его фальсифицируют с помощью масла лимонграсса или перегонкой через лимонную воду. Масло лимонграсса просто обогащает определенными ингредиентами, и оно стоит в 10 раз дешевле масла мелисы, таким образом получает масло мелисы. Или сокращают время выращивания продукта. Например, корень ветивера должен расти 24 месяца, чтобы масло имело терапевтические свойства, вообще обладало теми свойствами, которыми оно должно обладать. А некоторые производители собирают через 6 месяцев, через 7, и производят 100% натуральное масло ветивера, не подкопаешься. Но дело в том, что по составу своему химическому оно не будет давать ожидаемый эффект. Есть организация Aromatic Plant Research Center, которая занимается исследованием различных масел, и они говорят, что до 80% масел на рынке фальсифицированы тем или иным способом. Компания Детера производит сама каждой партии более 50 анализов, и 11 из них производятся в сторонней лаборатории. Результаты этих анализов, хроматограмму, вы можете видеть на сайте. Она в свободном доступе. Допустим, вы купили бутылочку масла, на каждой бутылочке, на донышке есть номер, заходишь на сайт и смотришь состав именно этой партии. Дотера имеет собственное подразделение исследований, и 17 июня произошло знаменательное событие. Она была принята в состав Международного научно-исследовательского института ароматических материалов и будет участвовать в разработке стандартов качества всех ароматических веществ. Это первая компания, которая производит эфирные масла, которые находятся в составе этого совета. Также, чтобы понять воздействие масел на физиологию человека, в компании производятся клинические испытания, и она сотрудничает со многими медицинскими центрами. Партнеры у нее есть и в Америке, и в Европе. Это и научный центр природных продуктов, который является мировым лидером в исследовании натуральных продуктов, и его спонсирует правительство США. Ну и также много других. Мы говорили об этом на предыдущем вебинаре. Хочу сказать о некоторых анализах. Они все так называются, как-то страшно, органолептические, масс-спектрометрия. Вот для чего это проводится. Один из методов исследования – это газовая хроматография и масс-спектрометрия. Газовая хроматография позволяет нам выявить состав масла всех его летучих компонентов, то есть эфиров, которые могут превратиться в газ. Точное содержание каждого из компонентов и соответствует ли масло заявленному в своем описании. А вот хроматография может выявить и жидкие компоненты, такие как пестициды. То есть делаются различные анализы для того, чтобы определить, какого качества именно масла мы используем. Но сегодня у нас занятие по составлению ароматических смесей, поэтому надолго на этом не будем задерживаться. Уже 15-е занятие, мы уже довольно много об этом знаем. Да. Я бы хотела сказать о трех замечательных фактах эфирных масел. И первое – это очень важно, что эфирные масла должны быть в 100% натуральные. Очень важно, еще раз подчеркну, натуральные масла, потому что только с помощью натуральных масел мы можем добиться эфиртов и поправить свое здоровье на психоэмоциональном уровне и на физическом плане только с помощью натуральных эфирных масел. Второй факт о том, что они более эффективны, чем медикаменты. На самом деле, к сегодняшней теме я подобрала такой пример. Например, если вы принимаете ванну с эфирными маслами. Первое – что они проникают через кожу, то есть влияют на всю кожу, на весь организм. Второе – при вдыхании вы вдыхаете, эти ароматы попадают в кровь и разносятся по всему организму, по всем органам. И третье – через обонятельные рецепторы они попадают в лимбическую систему нашу, которая отвечает за эмоции и за лепитативные функции. И при этом эфирные масла вы получаете удовольствие, и при этом эфирные масла 100% натуральные делают свою работу. Это тоже так же в организме. Потом, скажем так, о выгодности. Сколько вы потратите капель на эту ванну? Сколько вы получите и пользы, и профилактической работы? Потому что понятно, что проблемы в организме возникают на физическом уровне. Они возникают гораздо выше. То есть на ментальном уровне – это деструктивные мысли, негативные стрессы и так далее. И при этом, при всем, получая вот эти все пользы от натуральных масел, вы делаете как минимум профилактику для себя, для своего организма. Конечно же, это и выгодно, и эффективно, и обязательно они должны быть натуральными, эти масла. Да, Танюш? Вот, мы знаем три способа основных применения эфирных масел. Но так как это будут сегодня аромодухи, то в основном это ароматический и наружный. То есть мы наносим смесь или выбранное масло на себя, и также мы чувствуем его аромат. Но есть и способ применения внутрь эфирных масел. Некоторые эфирные масла допускаются для применения внутрь, и это только те, которые рекомендованы компанией. Все масла промаркированы, и те, которые можно принимать внутрь, конечно же, они принимаются. Наружно очень просто применяется это и в форме массажа, и если это духи за ушками, на пульсовые точки. Ну и ароматически можно нюхать с ладошек, чтобы стабилизировать свое эмоциональное состояние. Да, что же такое аромапарфюмерия? Слово парфюмерия можно так вкратце, чтобы без разворота этого слова перевести. Это как ароматный дым. История такова, что вначале все вот эти вот аромаблаговония, то есть использовались для приношения к жертву богам. То есть, да, для... Тогда, когда животных принесли в жертву богам, да, и закуривали эти помещения, чтобы этот запах не стоял. Для релаксации, для медитации. И потом уже были... Ароматы появились уже другие функции, да, то есть уже в Индии женщины часами лежали в ванной, с аромом маслами, там, из лепестков, там, роз. В Китае элегантные женщины предпочитали экстракты жасмина. Древние римлинки предпочитали уже более сложные, то есть составляли композиции парфюмерные. А такой, как император Миро, душился вообще весь с ног до головы. Мужчина тоже очень радует. В 1370 году была сделана композиция во Франции и предпочитана в подарок венгерской королеве как подарок. Причем, почему она стала настолько вот знаменитой о том, что она обрела, освежилась, обрела молодость. И плюс еще к этому ко всему она поправила свое здоровье, которое у нее уже, ей было немножко за 70. Понятное дело, у нее уже были проблемы со здоровьем. Тем не менее, она омолодилась и сумела соблазнить польского короля и вышла за него замуж. Рецепты, там рецепты очень коллегятся, но самое интересное, что рецепт достаточно несложный, но масло розмарина, конечно же, помогло ей поправить проблемы на физическом плане. Вот, и тут, если вы хотите, можете найти рецепт этой воды, и она пользовалась этой водой утром и вечером и в течение дня, и был действительно ощутимый результат. А затем уже химики появились, которые научились выделять активные вещества из растений и синтезировать их. Вот, и что я хочу сказать. Духи, потом уже, конечно, эта вся индустрия развивалась, и я могу вам сказать так, чем же, на мой взгляд, отличаются духи, синтезированные от натуральных, про которые мы сегодня говорим, которыми мы пользуемся и которыми рекомендуем вам. Духи, которые конструируются производственным способом, они уже задают как бы эту маску, они уже задают как бы дань моде, то есть в них уже вложена какая-то роль. То есть это, ну, и привлечение внимания, и управление людьми, всё уже задано, да, то есть, понятно, вот это маска, которая вот как бы задана уже. А что духи натуральные несут, они помогают человеку создать свою легенду. На самом деле, потому что каждый аромат на каждом из нас, он будет звучать, играть по-своему. То есть мы создаём свой аромат, свою легенду. Также мы решаем, как я уже говорила, физические и психоэмоциональные проблемы ко всему этому. И развиваемся духовно. Вот. Ну, чтобы не быть голословными, мы подтвердим это всё, то, что было сказано научными данными. Как это всё происходит на физиологическом уровне. Во-первых, умственная активность и работоспособность тоже зависят от окружающих ароматов. Ещё Авицено писал о розовом масле, как о средстве, повышающем возможности разума и увеличивающем скорость мышления. Мы знаем, что Авицено первым изобрёл дистиллировочный аппарат, тот, который практически мы знаем и в современном виде. Были это и другие клинические исследования. Например, в 20-х годах два итальянских врача продемонстрировали психотерапевтический эффект в дыхании эфирных масел. Они сделали заключение, что обоняние, как рефлекс, имеет огромное значение на функцию нервной системы. Другой профессор из Милана в 70-х годах уже смог продемонстрировать, как чувство оптимизма может быть стимулировано вдыханием эфирных масел некоторых растений. Он использовал растения, которые произрастают в Италии. Это такие растения, как бергамот, апельсин и лимон. Он смачивал ватные тампоны эфирными маслами и давал своим пациентам их нюхать. Они, в свою очередь, чувствовали огромное облегчение в эмоциональном состоянии. И как же это происходит? Эфирные масла, когда вдыхаются, молекулы попадают на носовой эпителий. Они в верхней части носа. Здесь они попадают на обонятельную слизистую оболочку с рецепторами. Затем рецепторы определяют аромат и происходит сенсорное возбуждение, которое проходит через обонятельную луковицу, которая является как бы усилителем. Затем через обонятельный нерв напрямую к лимбической системе мозга. Что такое лимбическая система? Она является старейшей системой нашего мозга. И две главные части приводятся в действие нервными импульсами – миндалиной и гиппокампом. Рядом с лимбической системой находятся центры памяти, сексуальности, эмоциональных реакций и творчества. В то время как запах сравнивается с уже знакомыми нам запахами, он маркируется, и у нас возникают картинки, ощущения из прошлого, которые могут включать события, людей, места, предметы. Например, у большинства людей аромат хвои или цитрусовых ассоциируется с праздником Новый год. После этого мы реагируем на аромат эмоционально и физически через нашу нервную систему. В лимбической системе нервный импульс ведет к гипоталамусу, который служит точкой переключения для передачи сигнала запаха другим частям мозга. Гипоталамус также является контролирующим центром гипофиза. Как только он получает информацию запаха, он посылает химическое сообщение в кровь, гипофиз активирует и освобождает определенные гормоны, регулирует функции организма. Таламус соединяет информацию запаха с лимбической системой в области мышления и обсуждения. И весь этот процесс, начиная с вдыхания аромата, занимает всего лишь доли секунд, несколько секунд. И поэтому простое вдыхание ароматов может вызвать изменения в организме практически мгновенные. В зависимости от того, какой аромат мы вдыхаем, это может быть реакция иммунной системы, изменение артериального давления, пищеварение может быть стимулировано. В общем, это очень сложная реакция мозга и тела, и она происходит каждый раз, когда вы что-нибудь вдыхаете. Таким образом, информация об аромате может сделать нас спокойными, возбужденными, голодными, эйфоричными, поможет избавиться от боли и многое другое. Ну, как пример, шалфей, например, стимулирует таламус к выработке энцефалина. Это такой нейрохимикат, который дает чувство эйфории, одновременно оказывает болеутоляющее действие. Иланг-иланг оказывает стимулирующее действие на гипофиз для выработки эндорфинов, и это именно стимулирует нашу сексуальность. А лаванда, ромашка и нейроли оказывают стимулирующее действие для выработки серотонина, которые оказывают успокаивающего действия при ощущении страха, стресса, раздражения, бессонницы. Хотя большинство издыхаемых молекул эфирных ароматов затем выдыхается, часть из них все равно попадает в кровь. Ароматерапия, как мы уже говорили, это один из древнейших методов воздействия на сознание и самый древний способ взаимодействия с миром. Эфирные масла при грамотном использовании могут помочь справиться со многими проблемами, с которыми ежедневно приходится сталкиваться человеку. Стресс, тревога, раздражительность, перепады настроения также могут помочь адаптироваться к новому месту, к новой работе, ну и к новым обстоятельствам, например, к карантину или к возврату в школу или возврату из отпуска на работу. Ну, ароматические масла должны применяться аккуратно и системно. Если после сегодняшнего вебинара вам захочется создать свои аромодухи, поживите с этим ароматом некоторое время. Считается, что требуется около трех недель, чтобы ежедневного использования, чтобы вот явно почувствовать работу, которую произвели эфирные масла в вашем организме. Ну, а вот еще раз хочу сказать о синтетических веществах, которые используются в духах, например, они забивают наши обонятельные рецепторы, смешиваются с нашими собственными запахами, перегружают обонятельную систему гипоталамус и приводят это к снижению работоспособности, головной боли, усталости и другим нежелательным последствиям. Поэтому не нужно использовать химические вещества или эфирные масла низкого качества. Ну, продвигаемся дальше. Да, вот она такая наша аромолаборатория, где имеется, да, тип аромодухов. Так вот уже сказала Татьяна, что каждая композиция или масло в отдельности может нести свою задачу. И вот у них этот пример, конечно, может есть, сфотографировать этот слайд, что хвойные, они будут как бы успокаивающие, например, да, напротив есть и цитрусовые, они освежающие, цветочные, бодрящие, ароматы типа шипр романтичные и восточные возбуждающие. Я посмотрела, думаю, что за этот аромат типа шипр. На самом деле, их очень много, этих ароматов типа шипр. Но самое, что было вначале, самая изюминка этого аромата, это делался он на базе дубового мха. И вот этот вот дубовый мох, он снимает стресс и развеивает тоску. Конечно, там эти композиции менялись и дополнялись. И вот, как необычно, он стоит как в романтичном. Ну, видимо, так оно и есть, что романтизм развеивает тоску и снимает стресс. Еще, конечно, каждое масло имеет ноты. Это верхняя, средняя и шлейфовая нижняя. И да, среднюю ноту еще называют нотой сердечной. И на самом деле она играет очень большую роль, потому что там в духи, в композицию вкладывается то масло, которое больше всего нравится и которое на самом деле захватывает. Потому что верхние ноты, они улетучиваются. Мы уже больше воспринимаем эту среднюю сердечную ноту, она дольше держится. И затем уже уходит эта нижняя нота, эта шлейфовая. Потом мы уже при составлении духов, там дальше я вам расскажу эти пропорции. Вот, да, Танюша. Да, и вот условное разделение на ноты называется альфакторная пирамида. Ну, как мы уже видели и на предыдущем слайде, что верхние ноты – это чаще всего цитрусовые, так как они самые легко летучие. Мы их ощущаем первые 5-10 минут. Сердечные ноты – это могут быть и хвойные, и цветочные ароматы, и шлейфовые или нижние ноты – это обычно смолы, там сандал, ладан, ветивер и другие ароматы. И это важно учитывать при составлении любых наших композиций, чтобы она раскрывалась постепенно и дарила нам радость. Ну вот, кто не знает Клеопатру с ее секретиками. Смотрите, Клеопатра, она очень много использовала масла, она купалась в ваннах, она составляла композиции, она полностью мазалась, как говорится, с ног до головы. И у нее были свои духи до сих пор, до сих пор их не могут разгадать, хотя уже какие-то попытки есть о том, что там разгадали ее духи. Я нашла рецепт, это было мира, кардамон, корица, оливковое масло. В принципе, ничего такого особенного. Я решила попробовать, у меня не было мира, я взяла ладан, кардамон и корицу. Ну что я могу сказать, ну очень своеобразный запах. И на самом деле он, я долго, долго с ним какое-то время была. Да, потом, когда проходит время, он уходит, вот остаются там вот уже это и средняя какая-то нота, и нижняя, но на самом деле он такой очень интересный, глубокий. И если вы хотите, можете попробовать и какое-то время пожить с ним. Что она делала? Она, помимо того, что вот эти вот рецепты, она, значит, велела обмазать паруса своего корабля эфирными маслами, ароматами. И до того, как она вообще появлялась, уже этот аромат исходил, и его слышали, и уже люди понимали, что вот просто сейчас должна появиться королева. И таким образом она вот соблазнила Марка Антонио, тоже мужчина, который великий мужчина, сильный мужчина, тем не менее, этими ароматами у нее удалось соблазнить и привлечь. Так вот она поступала, и такие-таки вот истории есть. Да, конечно. Здесь я добавила очень интересный слайд. Это наше посещение магазина, музея в Кёльне. Современный метод производства духов, при котором эфирные масла растворяют в очищенном спирте, возник в начале XVII века в Германии, во Франции. И к XIX веку парфюмерные фабрики в основном сосредотачивались во Франции, в области, вокруг города Грасса. Потому что он находится в середине района, где выращивается множество цветов и других ароматических растений. Поэтому Грасс также стал центром торговли эфирными маслами, используемыми как в ароматерапии, так и в ароматерапии. Нам посчастливилось покупать в доме музея в Кёльне парфюмера по имени Джованни Мария Фарина. В 1709 году он основал в городе Кёльн мануфактуру, и сегодня это старейшее парфюмерное предприятие в мире. Он называет свои духи в честь новой родины. Вода Кёльна, кёльнская вода, одеколон. Так у нас появился одеколон. В некоторых духах высокого качества эфирные масла все еще используются в качестве основы парфюмерной композиции, особенно те формулы, которые были разработаны давно. Но все чаще заменяются синтетическими ароматами. Но некоторые ароматы невозможно полностью воссоздать. Например, аромат жасмина. Его с абсолютной точностью нельзя воссоздать. И в производстве духов все еще используется небольшое количество натурального жасмина с добавлением синтетического, чтобы аромат сделать более похожим на настоящий. Ну а мы будем пытаться сделать свой собственный аромат, который будет совершенно настоящим и будет на нас положительно воздействовать. Есть такое понятие, как ароматы успеха. Причисляю так ароматам успеха. Хочу сразу оговориться, что вы, если используете цитрусовые масла в составлении своей композиции, то будьте осторожны перед выходом на солнце, не наносите на открытые участки тела, потому что можно получить ожог. Ароматы обладают удивительными способами притягивать удачу, счастье и любовь. Вот некоторые из запахов здесь представлены, которые способны улучшить наше финансовое состояние и принести процветание. Например, имбирь. Кроме привлечения денег, этот аромат служит еще и оберегом от чужой зависти и злости. Чтобы привлечь деньги, необходимо разместить ароматическую лампу рядом с местом хранения денег. Бергамот. Успокоительный бергамот, хорош не только для чая. Он способен привлечь деньги, обладает удивительной способностью успокоения. Чтобы применить удачу в бизнес или работу, можно использовать подвеску с ароматом бергамота. Это верный способ привлечь в себе финансовый успех и процветание в любых делах. Бергамот считается ароматом удачи. Корица. Энергия также привлекает в жизнь счастье и деньги. Все, что нужно, добавить каплю масла в свое средство. Мы можем, например, сделать свои индивидуальные духи, аромат. И даже этим ароматом ароматизировать шампунь или средства по уходу за кожей, кондиционер. Не только использовать как духи. Что еще я хотела сказать? Например, лаванда. Она обладает способностью помогать решить финансовые вопросы. И помогает принять правильное решение. Сильно развивает шестое чувство. Базилик. Растение королей. Он входил в состав масла для помазания на трон. Аромат способствует раскрытию третьего глаза. Интуиции и прорицания. Отдельно хочу сказать о грейпфруте. Бизнес-переговоры. Да, ваш бизнес-партнер будет более к вам расположен. Потому что это аромат, дарующий бодрость, молодость, радость. Это питающий аромат. Он приносит удачу и привлекает любовь. Считается, что женщина, от которой пахнет грейпфрутом, может смело скрывать от мужчин свой возраст. Потому что в его глазах она выглядит примерно на 6 лет моложе. Это проводили исследования в Чикагском институте питания. И сделали такое заключение. Про почули уже многие слышали, что это аромат, который способен привлекать деньги, привлекать тонкие энергии. Также он притягивает сексуальную энергию и трансформирует ее в непринужденную форму. Для привлечения денег капают в кошелек, но также можно использовать в своей собственной парфюмерной композиции. Да, я немножко добавлю к предыдущему слайду. Значит, как всегда, про грейпфрукт. И, например, с ванилью тоже считается композиция привлекательности. Можете попробовать. Это первое. Второе, по поводу привлечения денег, денежные ароматы почули, они считаются как наличные деньги. И, кстати, я неоднократно слышала, что где ассоциация, что как бы вдыхает аромат денег, как-то дает почули или наоборот. Но, например, масло витивера, если вы хотите, про бизнес-переговоры, если мы говорим, если вы хотите получить достаточно серьезный проект или же какую-то серьезную должность, вот в эту тему у вас направлены бизнес-переговоры, вы можете использовать масло витивера, нанеся его на кожаные изделия. То есть это либо ремень от брюк кожаный, либо ремень от часов кожаный, либо обувь кожаная. И тогда уже вот этот вот, не только вот прибавка к зарплате, а там уже такие более серьезные проекты. Вот это я что хотела добавить. И вот, да, про времена годы, как я уже говорила, что в эфирных маслах записаны, на самом деле, все ритмы природы. Это и новолуние, и полнолуние, и смена дня и ночи, и, значит, тетение созревания, и смена времен года в том же числе. И что интересно, что такое ритмы? Ведь наше здоровье физическое, оно тоже, если сбит ритм, то мы уже на физическом уровне чувствуем недомогание. И чтобы выбрать этот ритм, нам в помощь, конечно же, эфирные масла. На самом деле, вот задумайтесь, вот иногда просто вот хочется осенью, да, например, что-то теплого, восточного, да, ну, осень, может быть, и вабьи лето, но тем не менее, мы уже осень уже воспринимаем, как что-то такое уже грустное, холодное. Вот, так же зимой хочется больше тепла, так же, может быть, захотеться цитрусового, да, то есть вы прислушиваетесь, и как на самом деле они работают. Здесь все указано. И в этот момент, когда вы зимой чувствуете дискомфорт или в какое-то другое время года, и вы в этот момент вдыхаете то масло, оно компенсирует этот ритм, и на самом деле на физическом уровне уже у вас каким-то профилактическим образом может не быть этого заболевания, или вы можете болеть реже, да, теми же простудными заболеваниями и так далее. То есть поэтому можете этот слайд сфотографировать и для себя чувствовать и понимать, в какое время года, чем бы вам, допустим, восполнить, вот ваш дискомфорт в тот момент. Так же летом не всем нравится жара или не все хорошо себя чувствуют. Лето, как мы любим все лето, но тем не менее, да, то есть хочется какой-то прохлады, хочется немножко свежиться. Поэтому, если так вот вдуматься, то каждое масло может нам в какой-то вот сезон нести свой вклад и помогать нам. Да, Танюш? Да. Я нашла тоже подборку конкретных эфирных масел, которые рекомендуют. Для осени, например, это почули, ветивер, мелиса. Для зимы – эвкалипт корица-роза. Ранней весной – это может быть пихта, мира, кедр, сосна. Поздней весной – жасмин, нироль и розмарин. И летом – сандал, бергамот, лаванда и ладан. Да. Хорошо. Ну, приступаем к созданию духов. Да? Что нам для этого понадобится? Смотрите. На самом деле вот ничего сложного. Ничего сложного. Но есть некоторые моменты очень важные. Например, со своей стороны, что я хотела отметить, что как мы видим, все эфирные масла натуральные имеют, бутылочки имеют темный цвет. Это очень важно. На самом деле, очень важно. И если же вы хотите делать себе какие-то духи, композиции, пожалуйста, учтите это, да? То есть вы приобретаете бутылочки темного цвета. Это как бы такое замечание, но очень важно. по поводу составления. Вот, как я уже говорила, это средняя нота, сердечная нота, она занимает больше процентов, То есть 50 процентов. Остальные разделены 20 и 30. На 10 миллилитров масла от 15 до 20 капель масла, потому что я потом поделюсь рецептами, можно сейчас, где 16 масел капель, 18 капель, да? То есть до 20 капель. Что я хочу сказать из личного опыта. Если вы начинаете создавать для себя духи, создавать композиции, скажем так, ну, играться, учиться все это воспринимать, я бы вам советовала бы делать на 5 миллилитров. Почему? Потому что, как я уже говорила, эфирные масла, помимо того, что это как духи, они же все-таки работают на все наше физическое и психонациональное состояние. Через какое-то время, пользуясь вашей композицией, в какой-то момент от какого-то масла может прийти насыщение, то есть это масло может сделать свою работу и вам уже перестать нравиться, да, поэтому может быть вам захочется в эти духи добавить что-то, поиграть еще с каким-то маслом, но для начала я бы рекомендовала вам делать на 5 миллилитров, чтобы не получилось так, что оно вам уже не понравится, с этой композицией вы не будете знать, что с ней делать, вот, причем, да, потому что, смотрите, тут написано, что надо настаивать и взбалтывать, если вдруг вы, создав какую-то композицию, отставляете ее, ну вот все, она уже вам как бы не хочется, ну, невкусная вам, да, вы ее отставляете, ну, не забрасывайте ее совсем, да, то есть периодически берите в руки, периодически взбалтывайте ее, таким образом, ну, вот как бы оживляя, да, и потом, может быть, через какое-то время вы вдохнете и окажется, что вам оно вот сейчас вот кстати, да, вот так вот, Танюш, у тебя есть что добавить? Я сейчас на следующем слайде чуть-чуть добавлю, да, вот, я для вас сделала слайд, который вы можете сфотографировать, не все масла здесь, но большинство по нотам верхняя нота, средняя нота и нижняя нота, это поможет вам в составлении ваших личных композиций, и как только вы выбрали масла, начинайте их смешивать и добавляйте их капля за каплей, я бы рекомендовала начать с нижней ноты, темную бутылочку, и возьмите листик бумаги и карандаш, и записывайте каждую каплю, которую вы добавили, вы добавили капельку, понюхали, поиграли со смесью, добавили еще чего-то, и на листике отмечайте, сколько, чтобы потом в конце посчитать, сколько капель, чего у вас получилось, подходите, в общем-то, к процессу с творческой стороны, не обязательно придерживаться четких вот таких правил, что вот таких масел должно быть столько-то капель, таких столько-то, опирайтесь на то, что вам нравится, что вы хотите сделать, вот. Кроме того, что масла разделяются у нас на ноты различные, они имеют также разные эффекты на наше состояние, стимулирующие, расслабляющие, адаптогенные, гармонизирующие, стабилизирующие, и все это вместе в композиции работает еще лучше, чем если вы используете отдельно какое-то масло. Вот. И одна из моих любимых систем, в принципе, она не сильно отличается от общего правила составления масел, но есть такая китайская наука, вернее, китайский подход к здоровью, то, что они не лечат отдельно какой-то орган, а подходят к организму как целостной системе, и есть пять элементов различных, и вот изучая эфирные масла, люди пришли к выводу, что некоторые масла, они больше как бы поддерживают какой-то определенный элемент. и в связи с этим они разделили, есть вот такая табличка, две таблички, вы можете обе сфотографировать, и, допустим, вы взяли эфирные масла, которые у вас есть дома, и соотнесли их по качествам с вот этой табличкой, вы пронюхали и взяли масло, которое вам нравится больше всего, ну, к примеру, это, я обожаю жасмин, я уже год не пользуюсь, и до сих пор не могу насытиться, ну, конечно, не каждый день, но часто достаточно, вот я выбрала жасмин, я смотрю, здесь у меня стоит три звездочки, три звездочки означает, что это нижняя шлейфовая нота, две звездочки это сердечное, и одна звездочка это легкое масло, и так я смотрю, что жасмин это огонь, оно будет поддерживать сердце и тонкий кишечник, я выберу еще из другой группы масла, которое, допустим, мне тоже понравилось, ну, к примеру, из группы дерево, выберу бергамот, это будет верхняя нота, единственное ограничение, что мы не смешиваем огонь и воду, и значит, я выберу еще какое-то масло из другой группы, которая мне понравилась, ну, к примеру, к примеру, к чему-то, ветивер мне очень нравится, вот у меня получилась сердечная нота, шлейфовая, жасмин и бергамот, вот такая композиция, если очень, я капаю, потом нюхаю, и если мне очень захочется, я, может быть, добавлю что-то еще, есть духи спиртовые, то есть мы можем делать на базе спирта, налить немножко в бутылочку спирта, если у кого-то есть, можно капнуть глицерин, это задержит аромат, в спиртовые духи мы капаем масла и оставляем их настаиваться 2-3 недели, потом мы пробуем аромат и, возможно, его меняем, и после того, как уже аромат полностью нас удовлетворяет, мы остальное доливаем водичкой, получается такой спрей, а есть духи на основе базового масла, то есть мы берем бутылочку, капаем туда свою смесь, создаем и можем либо эту смесь добавлять, как я говорила, в шампунь или там еще куда-то, либо долить эту бутылочку кокосовым фракционным маслом или другим косметическим маслом хорошего качества и использовать уже как индивидуальные духи, это вот такие вот ролики обычно, вот у меня, например, есть масло розы, оно с фракционным кокосовым маслом можно его отдельно использовать как духи и вот в такие бутылочки можно делать свои собственные смеси и таким образом у меня такая смесь будет поддерживать сразу несколько моих систем и приводить в гармонию и баланс мой организм, потому что одно порождает другое и все друг за друга цепляется, в общем это серьезная работа создания ароматов вот и еще наша обонятельная система напрямую связана с нашей сексуальностью за восприятие запаха и сексуальное печенье отвечают у нас одни и те же участки мозга и как мы уже говорили с людьми с древности для обольщения особенно царица Клеопатра в этом преуспела медельные масла способны обладать способностью влиять на образование эндорфинов гормонов счастья вызывающих эйфорию кроме того обладающих обезболивающим эффектом они являются сложными биологическими компонентами и в своем составе содержат прогормоны человека то есть они как мужские так и женские они они способствуют выработке гормонов у женщин прогестерона и эстрогена у мужчин тестостерона и таким образом влияет на нашу сексуальность условно эфирные масла разделяют на женские и мужские а есть ароматы унисекс например женскими считаются жасмин герань роза и ланг универсальными бергамот можжевельник почули те цитрусовые мяты перечные но иногда женщины выбирают мужские ароматы и наоборот ну что логично например мужчину больше привлечет запах кипарисах вот и ланг и нашей жизни как они влияют например и ланг помогает угадывать желание партнера мира очень ценится мужчинами так как помогает избавиться женщине от эгоизма и превращает ее в искушенную любовницу петет грейн расслабляет и снимает раздражение концентрирует именно на чувственности лаванда женщину расслабляет а вот мужчина наоборот бодрит и позволяет ему вернуть интерес к женщине женщину делает спокойной и уверенной а мужчину заботливым нежным грейпфрут способствует тому чтобы отношения стали более яркими и страстными и как я уже говорила по данным Чикагского института вкуса и запаха погружающие воспринимают женщину моложе в среднем на 6 лет если от нее исходит запах грейпфрута ну и еще парочку слов скажу про розу и жасмин розу называют королевой цветов потому что ее аромат насыщен сладкими пряными нотками и он пленен сердцам многих он издавна ассоциируется с нежностью романтикой и роскошью и в ароматерапии это достаточно популярное масло можно сказать одно из самых популярных впервые эфир розы был получен авиценой выдающимся философом и врачевателем все это делает масло розы одним из самых мощных природных афродизиаков который придает уверенности способствует развитию фантазии наделяет партнеров трепетностью и чувственностью жасмин среди ароматов масла жасмина зачастую среди ароматов ароматерапевтов его называют абсолютом это из-за трудоемкого способа его получения потому что цветочки нужно собирать рано утром их очень много требуется для производства эфирных масел и оно является одним из самых дорогостоящих масел оно сочетает в себе качество мощного афродизиака и лекарственного средства эфирное масло жасмина особенно полезно для женщин потому что способствует расслаблению мускулатуры макки что снижает болевые ощущения также и во время родов и он является символом таинственности ему покровительствует ночь и луна это аромат чистой любви и страсти аромат аромат это на самом деле приятный запах который рождает определенное настроение которое мы можем создать да как сказала Татьяна есть и женские ароматы эфирные масла и мужские но это не значит что женские должны использовать только женщины и наоборот а женские масла это так чтобы было понятно они более наполняющие они успокаивающие они снижают давление мужские масла они такие более стремительные они там повышают настроение могут повысить давление они такие структурированные и когда это все вместе совместить правильно в правильной композиции то это получается гармония так же как и в отношениях ну что мужчины они наша защита а мы должны их периодически наполнять и придавать смысл жизни так если вы готовы берите ручки я поделюсь некоторыми рецептами так первый рецепт любовная смесь нежность записывайте две капли гирани шесть капель иланг иланга три капли лаванды и пять капель пальмороза я не знаю в дотере есть пальморозы или нету у нас есть пальморозы даже у меня есть пальмороза отлично отлично я не попробовала у меня не было пальморозы я сама не попробовала на специальном предложении но видимо появится потом отлично смотрите тут есть герань я расскажу такую одну историю очень удивительную с геранью очень хорошо очень скажем так ну не легко но можно проверить как мужчины относятся к женщине почему потому что если не нравится герань значит там какие-то проблемы проблемы могут быть издалека но мы сейчас не будем затрагивать этот эмоциональный уже уровень да но на самом деле у меня была такая история что я сделала духи одной своей клиентки и там присутствовала герань и ее партнеру духи не очень понравились и мы сразу как-то поняли что это из-за герани но что мы сделали я попросила чтобы она попросила своего друга пойти в магазин и купить цветок герани чтобы он сделал это сам ну в помощь ей он очень долго сопротивлялся он потом пошел купил сделал для этой герани на балконе сделал этот вот горшок горшок такую вот базу она посадила эту герань и вы знаете он за ней ухаживал буквально недавно она мне написала что он так восхищался результатами что так эта герань расцвела что она больше его не раздражает запахами и его отношения к ней тоже поменялись дорогие мои масла они такие творят чудеса вы не представляете создавайте ароматы как вы можете наладить отношения вы вы просто сами можете этого не заметить сразу но потом насколько это все выстраивается это гармония это просто очаровательно так я вижу что рецепт надо повторить я тогда еще раз повторю но потом можно будет в чат написать 2 капли герани 6 капель ланг ланг 3 капли лаванды 5 капель пальмород я достаточно громко говорю чтобы все услышали в конце концов так что же вам тут еще дать чебрец мужской аромат еще на экране вывела пару рецептов да да смотрите я также хочу еще дать мужской аромат ему название таежный но а ну понятно кедра сосна одна капля кедра одна капля сосны три капли капли чебреца и одна капля шалфея мускатного и это делается на спиртовой базе на 5 миллилитров вначале можете попробовать на 5 миллилитров тимьян на 5 миллилитров на 5 миллилитров попробуйте потому что достаточно специфический все таки да тимьян а потом уже можете умножить на 2 всю эту композицию смотрите шалфеймус хатный это масло женское наполняет но оно дает возможность мужчине проявить себя в социуме то есть используя этот аромат он открывается и достигает каких-то результатов каких-то целей которые ставят то есть очень хорошо работает еще и на открытие и на духовный рост эта композиция не только для привлечения противоположного пола так а и вот вы можете сфотографировать здесь слайд здесь ароматы капли да а ну и что если кто не слышал аромодизайн может быть я могу повторить рецепт семейного счастья кто хочет так сейчас я найду вам прошлый раз да семейное счастье а это вы можете в диффузор дополнять можно попробовать сделать духи почули 10 капель фенхель 2 капли апельсин 4 капли базилик 2 капли и лимон 8 капель и так сейчас посмотрим 10 20 24 ну делайте на 10 миллилитров базы да 10 может быть почули может быть можно 8 капель и и тогда чтобы было все в норме и на 10 миллилитров базового масла сделайте и попробуйте то есть смотрите что здесь такое есть рецепты стандартные есть рецепты которые кто-то добыл сам и там в строгом секрете хранит это все есть какие-то ваши импровизации скажем так то есть это все игра и как я уже говорила в процессе того что вы сделали себе духи вы можете их потом дополнять менять то есть ну все это вот ваша вот жизнь ваше настроение и все это эмоциональный фон и гармония Тоня просят повторить рецепты рецепты какие все ну вот да ну я могу все повторить мужской мужской да мужской ой чуть длиннее хорошо хорошо мужской пожалуйста одна на 5 миллилитров спирта одна капля кедра одна капля сосны а у нас нет сосны чем бы ты порекомендовала заменить можно пихтой сибирской а у нас есть вот черная сосна у нас есть черная есть но вот можно поиграться но я бы так вот может быть пихтой сибирской но можно поиграться это свежий аромат такой да три капли тиньяна, чебурец, да, и одна капля шалфеи мускатами. И опять же, смотрите, можете там что-то добавить больше, меньше, это не обязательно придерживаться к этому, да, как-то вот через какое-то время он, запах уйдет. Можете пробовать его на масле, какая проблема, то есть это ваше, если вы не хотите этот спирт, делайте масляный играйтесь, это ваша импровизация. И попросили композицию семейного счастья тоже. Ну давайте тогда остановимся на последнем варианте. Почули восемь капель, фенхель две капли, апельсин четыре, успеваете? Базилик две, лимон восемь. Эту композицию можно добавлять в диффузор по две-три капли, если вы сделаете отдельно. Можете сделать как в диффузор, посмотрите, как работает. Апельсин наш, сладкий апельсин, да. Так что, смотрите, это все, вот как вы себя чувствуете, как вы хотите себя чувствовать, если у вас уже есть достаточное количество масел. На самом деле, там есть еще выбирать, и из того же комплекта семейный доктор тоже там есть, что выбрать, и есть варианты создать ваших личных духов и вашего личного запаха. Да, я могу еще добавить рецепт, который нам давали, рецепт для женщин, на европейской конвенции он был. Шалфей 12 капель, лаванда 10, герань 5, кедр 5 и ланг-эланд 4. Получается такой аромат женский, но с кедром. Вот. Да, дальше что там? Что создавать свои собственные духи увлекательно, но если у вас пока недостаточно масел, то в Дотере имеется несколько смесей такие, которые можно использовать вполне как свои уже готовые духи, потому что купить сразу много масел, возможно, не все могут, а судя по... Например, смесь сиренити, она предлагается для более глубокого и безмятежного сна, но посмотрите, какие в нее входят замечательные масла, это лавандр, кедр, иланг-эланг, майоран, ромашка римская, ваниль, сандал, то есть тут достаточно много дорогих масел, причем есть еще в составе такие масла, которые не продаются отдельно у нас, или они вообще достаточно эксклюзивные, вот, например, смесь салюбель или мартель, она предназначена для ухода за лицом, но судя по составу, это тоже просто замечательные может быть духами, это ладан, сандал, лаванда, мира, бессмертник и роза, я, например, очень люблю аромат бессмертника, он такой травяной, классный, вот, есть в эмоциональном наборе, а можно купить и отдельно, смесь страсть, это не только страсть, имеется в виду сексуальная страсть, но когда вам нужно приобрести силы для того, чтобы, когда все стало унылым и неинтересным, и вам нужно как бы перезарядиться и снова вдохновиться чем-то, и снова идти в бой, но она и обладает очень приятным ароматом, потому что сюда входит кардамон, корица, имбирь, гвоздика, сандал, жасмин, ваниль и листья демианы, и еще пару смесей есть вот таких, да, это смесь виспер шопот, на самом деле очень хорошая, такой вечерний аромат, я себе несколько раз я тоже со смесями у меня такая история, что я, например, это там масла эфирные, да, то есть это смесь масел без добавления базового масла, можно сделать себе духи в роллере, значит, вы добавляете базовое масло, я беру все время фракционное масло и добавляю по несколько капель этой смеси, что самое интересное, как я уже говорила, что бывает так, что хочется что-то чем-то разбавить эту смесь, хочется что-то добавить, чтобы немножко по-другому она играла, но вот эта смесь вот у меня уже на протяжении, по-моему, трех месяцев я пользуюсь и я ничего не хочу добавлять, но она просто потрясающая, на самом деле очень хорошая. У меня на ассоциации такие вызывают, интересные, мне представляется какая-то после революции красивая бабушка такая, вся из дворянства, знаешь, и она очень такая изысканная, элегантная, и у нее вот такая красивая одежда, и что удивительно, у меня одна знакомая тоже, она почувствовала эту смесь, говорит, ой, закажи мне эту немедленно бабкина смесь, она ее назвала сразу бабкой, но здесь такие масла интересные, тонко подметила, правильно, прямо вот снялась языка, я тоже ее хотела назвать элегантную смесь, это не обязательно бабушкина, это просто элегантная, такая вот как бы сдержанная, такая вот красивая, элегантная смесь, это просто королева, такая, замечательная, лучших слоев общества, да, кларикал тоже смесь, нет, некоторые смеси есть, где уже добавлены кокосовое масло, но некоторые смеси, на примере к тому, что есть, где уже только смеси и не добавлены, да, и вы можете разбавлять, я говорю, это на самом деле про импровизацию, вы живете с этим маслами, да, вы, ну, на самом деле вы хотите что-то там поменять, и вы слышите себя, и все это делаете, добавляете, причем самое интересное, что смеси, почему хорошо, в ДТРе удивительно составлять смеси, ну, настолько профессионально и грамотно, что, во-первых, смеси – это синергия, да, то есть через одно масло может усиливать другое, и то, что вот, например, перечислены масла, вы вдыхая, ну, можете не услышать то масло, которое вы вот там вот хотите услышать, да, жаснын или еще, потому что одно масло может усиливать другое, и эта смесь, я скажу еще момент, что я каждый раз, когда открываю эту смесь, я каждый раз слышу какую-то вот другую нотку, каждый раз какой-то другой запах, это из бутылочки, а уже не говоря о том, что если я наношу на себя, да, то есть она каждый раз по-другому вот играет, вот таким образом, так что еще следующий акварикам, это очень хорошая тоже смесь, и по поводу можно и как духи, ну, я скажу честно, для меня она немножко островата, я, конечно, ее использую больше в профилактических целях, да, но можно ее разбавлять, и точно так же можно ну, поиграться с ней, да, тоже вот посмотрите, какие масла, лаванды, лаванда, вообще настолько простой, как я уже говорила, и настолько сложное масло, оно, такой у нее огромный спектр всего, вот всех ее качеств, ну, практически везде, да, вот лаванда, она ее успокоит, и для кожи очень хорошо, и мужчину возбудит, кстати, если кто думает, что намазался лавандой и пойдет спать, ну, не надеюсь, рядом, мужчина, мужчина, она может повлиять немножко по-другому, вот, Таня, а ты не могла бы нам повторить рецепт женский с кедром? Чуть-чуть, чуть-чуть медленнее, так, чтобы записать успели, спасибо. Палфей, двенадцать, лаванда, десять, герань, пять, кедр, пять, иланг, четыре, спели? Да, рецептов у нас очень много, может быть, в следующий раз надо было бы и на слайде писать, чтобы вы могли сфотографировать и пользоваться, для начала, кто начинает, можно было бы уже отталкиваться от готовых рецептов, а там уже дальше дополнять эти композиции по своим ощущениям. Ну, следите за нашими вебинарами, мы справимся в дело. Да, еще хочу сказать, что сейчас все еще есть специальное предложение в Европе, это набор вот такой вот цветочный, цветы из Болгарии, здесь у нас роза, лаванда и мелиса, по очень выгодной цене. Мелиса одно из самых дорогостоящих масел, и если покупать его неразбавленным чистым в бутылочке, оно будет стоить дороже, чем весь этот набор. Роза тоже дорогое масло, даже в роллере, и можно вот воспользоваться такой возможностью, и купить я, конечно же, сразу же его купила. Основным свойством масла, про розу и жасмин я немножко уже сказала, что роза это у нас королева масел, и жасмин это тоже одно из самых, а, ой, жасмин, причем здесь жасмин, мы говорили про, я просто, наверное, хочу жасмина. Роза и лаванда, и мелиса, это очень приятное масло на греческом языке, но я вот живу на Кипре, я немножко знаю греческий, ну и вообще можно прочитать где угодно, что мелиса по-гречески это пчела, это очень медоносное растение. Мелиса очень сильно фальсифицируется, потому что выход этого масла очень-очень маленький, но оно является незаменимым во многих случаях, ну, для здоровья оно обладает просто великолепными эффектами, очень хорошо оно борется и с герпетической инфекцией, там, и, ну, очень много у него разных свойств. Одним из его основных свойств является то, что оно восстанавливает цвет и полноту губ. Вот такое необычное. И оно также, масло мелисы также, оно используется и в парфюмерии, очень активно и в создании мыла, шампуней, и, ну, я не думаю, что там именно такая качественная терапевтическая, мелиса. И еще два новых масла, которые, казалось бы, звучат необычно в духах, но, тем не менее, они используются в духах. Сельдерей, мы знаем, он способствует пищеварению, а цитронелла отпугивает насекомых. Но даже профессиональные парфюмеры активно используют их. Сельдерей еще и для здоровья мочеполовой системы, его можно принимать внутрь, например, с можжевельником в капсуле. Это очень все хорошо влияет. Можно в смузи добавлять, но можно добавлять и в свои индивидуальные ароматы. Он придаст такую пикантную нотку свежести. Он используется и в восточных, и в древесных композициях. И, например, наверное, все слышали о таком парфюме Элизабет Орден, зеленый чай, грим-ти, вот там как раз-таки есть нотка сельдерея. Цитронелла, кроме того, что я сказала, она отпугивает насекомых, но среди ее компонентов есть и гераниол. Подходит для различных способов применения и для очистки, но и при вдыхании оно вызывает приятные и позитивные эмоции. Что еще хочу сказать? Я изучила, что же используют в парфюмерии, ну, хотя это и синтетические масла, но мне было интересно просто, какие композиции используют профессиональные парфюмеры. Вот. И сегодня такой интересный рецепт нашла. Если вы захотите, мы все будем пахнуть после этого занятия, как Мерлин Монро в фильме «Джазе только девушки». Конечно, хотим. Она была влюблена в композицию «Шанель номер пять» и признавалась, что несколько капель этих духов – это все, что она надевает, когда ложится спать. Но у кинодивы был еще один секретный любимый аромат. Об этом появилась информация не так давно. что в ее отель «Беверли-Хиллз» оптом поставляли парфюм под названием «Роуз гераниум» от «Флорис». Именно его Мерлин Монро наносила во время съемок фильма «Джазе только девушки». И композиция этого аромата состояла из розы, герани, масла цитронеллы, почему я как раз после этого слайда вам рассказываю, и сандалового дерева. Вот я очень хочу попробовать смешать подобные ароматы, посмотреть, что получится. Пропорции, конечно, будут другие, но я думаю, это будет здорово. И этот парфюм сняли с производства. Он доступен только в виде эссенции для ванн. И еще несколько исторических справок про знаменитости. У Жаклин Кеннеди было несколько ароматов-фаворитов. И одним из них был самый дорогой парфюм в мире. Он назывался «Джой» от «Джин Пату». И почему? Потому что в его состав для производства 30 мл этого аромата требовалось 10 тысяч цветков жасмина и 300 бутонов роз. Эти духи создали в 29-м году, во время Великой депрессии. И он был призван запахом века. И премии среди этих соревнований между духами он заслужил премию в 2000-м году. Также поклонницей этого аромата была Вивьен Лей, которая облагоухала словно фиалка на съемках «Унесенные ветром». Специально ароматы создавались и для Элизабет Тейлор. Для свадьбы Грейс Келли был создан тоже специальный аромат. Он сочетал в себе ноты флорентийского ириса, болгарской розы, бергамота и туберозы. Вот. Ну, я думаю, достаточно того, что мы сделаем сначала «Арак Мерлин Монро». Вы запомнили его? «Арак Мерлин Монро». Сайт «Бук». И... Как приобрести для... У нас есть новенький, кто еще не покупал никогда ароматы? Никакие от компании «Дотера»? Специальный, наверное, да. Нету? Ну, в любом случае, даже если кто не знает, можно приобретать как коптевый покупатель и вступать на программу лояльного клиента, потому что, проходя все наши классы, ты понимаешь, что тебе все равно больше заказывать и заботиться о своем внешнем виде и составлять духи и на эмоциональном уровне заказывать эти комплекты, наборы эмоциональной ароматерапии. Так что выгодно и оптовое приобретение и встать на программу ЛРП. Да. Ежемесячно, да, получаете проценты, баллы, что очень ценно, что вы на эти баллы вы можете скопить и приобрести дорогое масло. Одно из дорогих масел – это и ладан, и розу, и милицу, то есть какие баллы, да, вы можете собрать эту определенную сумму необходимую. Можете сразу оплачивать, но это очень приятно. И также до 15-го числа, если вы размещаете заказ на 125 пиви, вы получаете обязательно бесплатный подарок. Это тоже может быть эфирное масло, с которым вы тоже можете познакомиться таким образом, и очень-очень выгодно. Да, здесь указано, что очень много регионов затронутых, где Дотерра может вам предоставить все наборы, всю свою продукцию. Это очень удобно, но единственное, что в разных регионах отличаются наборы, мы сейчас быстро пройдем, да, но это очень удобно, что вы смотрите уже Дотерра, где и как, и все, и это потому, что это все качество, это натуральные масла, это лояльность клиентам, это подарки, всевозможные акции, обучение, и очень-очень широко развивается. Мы можем дальше пройти по наборам, которые, да, которые вот… Да, вот некоторые наборы можно приобрести только на… если стоишь на программе лояльного клиента. Лояльный клиент – это тот, кто делает закупки регулярно, то есть каждый месяц. И компания поощряет, во-первых, бонусы начисляет в виде бесплатного продукта на свой выбор, во-вторых, формирует вот такие наборы, которые покупать выгоднее и дешевле. Для нашей темы арома парфюмерия подойдет, например, набор Cal in Harmony. Я просчитала, что если положить в корзину все масла по отдельности, это получится 190 евро там с копейками. А если купить набор, то он стоит 153 евро, то есть почти 40 евро экономия. И в него входят такие замечательные масла, как смесь Баланс, Кедр, Лаванда, Питит Грейн, Спокойствие, Сиренити, Дикий Апельсин и капсулы Сиренити. Для разных стран есть разные регистрационные наборы. В Европе это вот такие наборы. Для тех, кто живет в странах СНГ, Украина, Молдавия, Грузия, Казахстан. Это набор домашняя аптечка, который содержит тоже очень хорошие масла, которые можно использовать и при создании ароматов. Там и лаванда, и лимон, и ладан. Тоже их можно прекрасно использовать. Наборы, которые можно приобрести в России на американском складе и на российском складе. Кто-то предпочитает заказывать из Москвы, кто-то заказывает из Америки. Да, есть вот три типа людей, которые приходят к нам на робокласс. Это сессонии, которые. Да. Есть люди, которые хотят пользоваться для себя, для своей семьи. Это очень правильно, это очень нормально. Это с чего возможно начать. Есть люди, которые уже приходят и немножко уже знакомы с эфирными маслами. Они приобретают и делятся дальше, рассказывают, либо они работают в сфере красоты, или где-то в сфере натурального. То ли, либо там питание, или сами занимаются, увлекаются натуральными. Точно так же хотят поделиться своими результатами с другими. Это уже сразу. Вот. И есть эти люди, это мы, которые хотят обучать, делиться, делиться своими результатами. с результатами своей семьи, в том числе, да, то есть мы уже ради этого и хотим сами учиться, что дает возможность нам здесь, в компании. И точно так же хотим дальше учить и обучать других, правильно пользоваться, чтобы получить результат, чтобы не было никаких негативных ошибок. Да, ну тут какой путь. Выбрать, это зависит от вас, что вы хотите жить. Просто делать, жить образом жизни Дотера, делиться эфирными маслами, или строить бизнес и обучать других людей. Да. Танюша, спасибо тебе большое в очередной раз. Очень здорово все. На самом деле, мне все очень нравится. На самом деле, я всегда очень волнуюсь, когда готовлюсь к презентации, я в этот день ничего не планирую, я целый день все повторяю, и потом, мне кажется, все равно, что как-то что-то сумбурно и чего-то не договорила. Но очень большой объем информации, мне хочется, конечно же, получить от вас обратную связь, было ли что-то интересное, есть ли какие-то вопросы. А еще мне хочется рассказать, что есть и другие методы составления аромокомпозиции. Например, можно по колесу эмоциональному выбирать эмоцию и масло, и, наверное, для этого мы еще отдельное видео запишем. Хочу рассказать подробнее о некоторых маслах, потому что сегодня просто быстренько пробежались о масломелисе или отдельно о маслах-апродизиаках, и я думаю, что мы обязательно запишем видео или проведем встречу на эту тему. От вас очень жду отзыв, что было полезно, что нет, и что вы хотели... На самом деле хочу сказать, что тема действительно очень большая. Мне тоже очень много чего хотелось рассказать и тоже добавить. И, конечно же, что-то мы, может быть, и делаем не так, но я хочу еще раз сказать, что это школа, и мы тоже учимся, в том числе, поэтому, конечно, очень важна обратная связь, может быть, даже те же рецепты, мы теперь вставим в слайды. Пожалуйста, говорите нам, это вообще нас, ну, как бы вдохновляет дальше с вами делиться и учиться самим, и также нести это знание вам. Да, спасибо огромное всем, кто присутствовал. Спасибо, Таня, спасибо, Лариса. Танечка, просто вернуть слайд с металлом и водой очень быстро, потому что мы сегодня немножко затянули на нашу встречу. Да, мы и так затянули. Спасибо огромное. Рецепты были потрясающие. Я бы хотела добавить, например, про смесь Виспор, что я очень люблю добавлять дополнительно капельку пергамода. Залучается совершенно другая ароматность. Как раз создание смесь Шопа и пергамода. Попробуйте. Да, Лариска, я хотела сказать тоже, что я все время помнила про то, что ты в него добавила пергамода, да, и я ждала этот момент, когда мне тоже захочется добавить, но до сих пор этого не происходит. Так что у каждого, да, очень... Я еще обратила внимание, тоже интересный такой факт, мои наблюдения. Брюнетки выбирают Виспер, Шопот, а блондинки выбирают Сиренити. Очень интересно. Поэтому мне захотелось бергамотика добавить. А, вот, видите, какие наблюдения. Очень важно. Очень важно. Так, все успели сфотографировать слайд, который просили. Да, я хочу сказать, что то, что здесь указано негативное, это негативные эмоции, которые вызываются дисбалансом этой стихии, которые мы можем соректировать эфирными маслами, то есть перевести их в позитивные. Ну, и органы, за которые отвечает каждая стихия. На эту тему мы с Ларисой договорились тоже провести отдельную встречу. Да, про системе Усин. Девочки, спасибо огромное. В чате обязательно будет размещена ссылочка на наш YouTube-канал нашей Аромашколы Команды Тугезер. Если кому-то интересно, подписывайтесь на наш канал, слушайте, записывайте рецепты. Приходите на нашу следующую Аромашколу в четверг, 18.00. Мы будем рады гостям. Всем огромное спасибо. Ну, хорошего вам.